Когда произносишь слово «нацизм», инстинктивно связываешь его с жестокостью, презрением к жизни и со всем самым ужасным. Я говорю не только о миллионах, отправленных в газовые камеры, но и о той зверской жестокости, которую лидеры проявляли к своему собственному народу. Я думаю о дивизиях подростков, которым было 14-16 лет, и их отправляли на фронт, как пушечное мясо для союзников. Я также имею в виду невероятное решение от 25 апреля 1945 года, когда с приближением фронта к Берлину Гитлер приказал затопить подземные галереи метро, где укрывались тысячи немцев. «Немецкий народ предал свою миссию и больше не заслуживает жить», якобы сказал Гитлер. Нацистская идеология питалась философией Ницше. Он провозглашал мораль джунглей. «Природа не знает пощады, сильный пожирает слабого, жалость — это слабость, она должна быть искоренена». Менее чем через три месяца после назначения Гитлера канцлером Германии происходит по меньшей мере странное и непонятное событие. Немецкий парламент голосует за проект Германа Геринга, запрещающий убивать животных без анестезии. «Сегодня я объявляю о прекращении невыносимых страданий из животных. Я приказываю ввести постоянный и абсолютный запрет на вивисексию. Те, кто не проявляет сочувствия к страдающим животным, будут отправлены в концлагеря». Более того, Гитлер намеревался после победы в войне ликвидировать бойни. Жестокость и милосердие в одном котле. Трудно себе это представить. Тем не менее, этот парадокс до сих пор существует в нашем мире в различных формах. В мире насчитывается более 220 национальных и международных организаций по защите животных. Одна только британская организация, UK World Animal Protection, в 2016 году собрала пожертвования на сумму 34 миллиона фунтов стерлингов. В то же время количество бездомных в Великобритании достигло 300 тысяч человек, увеличившись на 73% всего за три года. И это идёт речь о людях. А что уж говорить о жителях стран третьего мира, где бедность достигает немысленных пределов. Я был в Уганде. 80% населения не могут найти работу, кроме как на небольшом клочке земли за своим домом. В Малавии семья наёмного рабочего с тремя-четырьмя детьми живёт в среднем на 20 долларов в месяц, то есть на 65 центов в день. Животные? Их легко любить. Они преданы, не спорят с тобой, не имеют других мнений, отвечают взаимностью и довольствуются тем, что им дают. Слабый суррогат сострадания к людям. Каждую неделю мы публикуем новое видео. Поэтому, если тебе понравилось это видео, подпишись здесь.